Кожаным ароматом И можно сказать, это в принципе ароматы, посвященные на мой нос, коже Где-то эта кожа более грубая, где-то более мягкая Но тем не менее она здесь наиболее слышимая Насколько мне известно, все эти ароматы до сих пор есть в продаже Два из них я покупала очень давно Еще когда только-только появился мой канал Только началось мое такое глобальное увлечение парфюмерией Тогда я ее еще скупала Монталь в неограниченных количествах Которые до сих пор есть на моих полках Которые в последнее время довольно редко участвуют в каких-то подборках Я, кстати, даже не знаю, почему надо, наверное, исправиться Потому что есть ароматы, на самом деле, которые очень подошли бы в какие-нибудь подборки С какими-нибудь нотами И вот я, собственно, и справляюсь В этой подборке будет два аромата Монталь Которые явно отвечают сегодняшним задачам Найти какие-то ароматы с явной нотой кожи Я обязательно посмотрю их наличие на рандеву Потому что рандеву это тот магазин, на который можно ориентироваться по богатству выбора И если нет на рандеву, то, скорее всего, это, в принципе, аромат снят И его практически невозможно найти Я обязательно посмотрю наличие И также напомню, в свою очередь, что у меня на рандеву есть мой личный промо-код Дающий скидку на 10% Эта скидка, на самом деле, очень ощутимая Когда она минусуется из общей стоимости в корзине И это очень приятно Особенно в дни распродажи Когда и так на парфюмерию или на боксы с парфюмами, с пробничками Какие-то большие скидки И плюс этот мой промо-код получается вполне приятная цена Зачастую Я, кстати, знаете, что недавно подумала Может быть, как-нибудь взять и снять видео о косметике Которая продается на рандеву Потому что не все знают, что кроме огромного выбора парфюмерии Там есть еще и огромный выбор косметики, ухода и декоративки И я прям думаю, может быть, мне подобрать что-то И сделать косметическое видео Для тех, кто любит видео про косметику Или, может быть, с макияжем, про какой-то уход Или просто это все вместе совместить Надо об этом, кстати, подумать Чтобы было интересно смотреть Не только любителям парфюмерии Но и тех, кто любит косметику Промо-код на рандеву я оставлю, как обычно, в инфобоксе Под этим видео Все правильные названия И если эти ароматы есть в наличии на данный момент Я обязательно подпишу также в инфобоксе Там обычно есть абсолютно полная информация По наполнению данного видео А мы с вами, наверное, начнем с аромата Аткинсонс Называется The British Bouquet У меня два аромата данного бренда Еще есть один в пробнике Мне безумно у них нравится аромат Old Bond Street Прям он потрясающий Но он, к сожалению, в данную подборку не войдет Потому что там нету ноты кожи Но он уже был А сегодня British Bouquet Пирамида на фрагрантике следующая Лаванда Мирт Горький апельсин Цитрус и лимон Я когда этот аромат покупала Мне хотелось чего-то свеженького Какого-то цитрусового свежачка Ну и, естественно, от этого аромата Я ждала цитрусово-лавандовой прохлады И каково же было мое удивление Когда я впервые нанесла этот аромат Почувствовала ноту кожи Причем так отчетливо Да, она не грубая Но это кожа Какая бы там она мягкая ни была И самое интересное То, что это, в принципе, аромат про кожу С цитрусово-лавандовыми аспектами Лаванда здесь, кстати, очень хорошо отчетливо слышна Я перелистала пирамиду еще раз Думала, может быть, я по ошибке Вбила какой-то другой аромат Какое-то другое название Но нет Пирамида на фрагрантике Заявлена именно такая Потом я полезла читать отзывы И люди, очень многие пишут Что они тоже ощущают В пирамиде кожу отчетливо И, в общем, оказалось, что Официальная пирамида Действительно эту кожу содержит Почему ее на фрагрантике не указали Я не знаю В общем, поэтому я буду ориентироваться Исключительно на свои впечатления Это мягчайшая кожа Не напрягающая С лавандой и цитрусами Цитрусы здесь не сладкие Цитрусы здесь с кислинкой, с корочкой Вот, как заявлено, горький апельсин Вот он горький тут и есть Ну и плюс лаванда, она сама по себе Вот эта вот травная горчинка Здесь присутствует Кожа на цитрусовый аромат И больше, в принципе, здесь Ничего не добавишь Аромат на мне не играет Он по звучанию От начала до самого конца Сидит практически одинаково Может быть, с какими-то нюансами Больше лаванды, больше цитрус Но в целом Абсолютно одинаково Без какого-либо раскрытия Идеально сидит на мужской коже Если говорить про женщину То это любительница Кожно-цитрусового направления Унисекс Унисекс По его универсальности На мой нос абсолютно универсален Без какой-то специфичности То есть, ну и в пир и в мир Особенно для мужчины Будет уместен и на работе Где-то офисе Ну и также на прогулке Со своей любимой дамой Теплым вечером И теплым И холодным У меня вообще, кстати, этот аромат Не ассоциируется с каким-то конкретным сезоном Потому что мне кажется, что он и летом не задушит И зимой Будет слышится довольно уместно Благодаря вот этой вот мягкой коже Следующий аромат Тот Arabian Wind Аромат называется Ассари Он как раз-таки на рандевую представлен Вообще, в принципе, этот бренд на рандевую представлен Довольно много ароматов У меня есть два И это аромат тоже про кожу Но если говорить про ноты В отличие от предыдущего Который на мне двумя-тремя нотами играет То здесь нот я ощущаю значительно больше Здесь все так же Несладкие цитрусы Бергамот, лайм, лимон Здесь отчетливо слышна нота кожи Здесь она так же очень мягкая Это не ремни, не сапоги Оно тут больше похоже на замшу Но именно какой-то женственный Такой вот, знаете, кожаный женственный аромат Я бы не назвала по причине того Что здесь есть такие ноты Как ут, ветивер И ветивер у многих ассоциируется С какой-то такой мужской нотой Бергамот Тоже, как, знаете, такой мужской Свежак цитрусовый И розовый перец здесь отчетливо слышен Я знаю, что многие любят эту ноту Но те, кто не любят Прям эта нота для них очень напрягающая А розовый перец здесь слышен В целом, это цитрусово-кожаная история Которая играет большими красками, чем предыдущий аромат Наверное, благодаря содержанию розового перца Который делает аромат еще и такой чуть фруктово-специевым Ароматом Arabian Vinta На мой взгляд После покупки нужно дать отстояться Потому что как только пришли ко мне эти, помню, флаконы Мне не понравилось Сейчас флаконы стоят У меня еще есть амурский тигр И он мне прям вот очень нравится Следующий аромат, о котором мы поговорим Это Montal Ud Letter Стоит он у меня уже не один год И он очень сильно изменился В звучании в лучшую сторону Очень Здесь кожа Ud Shafran Bergamot, cardamon, серый амбра, перец Здесь чувствуется кожа сильно И кожа, она какая-то Даже не знаю, благодаря чему Наверное, вот все-таки какой-то специевости Что ли, может быть, шафрану Который, если и напоминает То абсолютно отдаленно Что-то медицинское И, кстати, шафран в этом аромате Бакару вообще не напоминает Конечно же, это для любителей Кожно-удовых ароматов Но когда он только появился В моей коллекции Тут мне, кстати, сложно Сейчас вот определить И как-то вспомнить Он мне казался очень грубым Он мне казался исключительно мужским И кожа здесь была для меня грубой Прямо это вот то, что сапоги такие Вот знаете, прям И вот эта удовая составляющая Довольно грубая, прямолинейная Сейчас он стоит на полке Я вдыхаю этот аромат И он прям раскрывается для меня Какими-то другими гранями Хоть и cardamon, но какой-то явной Зеленоспециевости я здесь не чувствую Как специевость, да Какая-то неопределенная, неопознанная Как просто вот специевый блок В общем воспринимающийся Есть кожа, ут, шафран, специевость На мужчину сядет идеально На женщину опять-таки Ну раз у нас сегодня вообще В принципе тем-то как кожаного аромата Ароматы, которые у многих В принципе ассоциируются С сильной половиной человечества Так скажем Вот, поэтому тут тоже не про женственность Не про именно, не про девичью красоту Хотя аромат для меня унисекс Я его сносила полфлакона В свое время Потом оставила Я подустала от такого звучания кожи А сейчас прям вдыхаю И мне захотелось его вновь Наверное, какое-то время еще поношу Стойкость прекрасная Шлейфит удивительный Следующий аромат От бренда Orta Parisia Coim Конечно же, ну как без него Если это прям кожа-кожа Но в данном случае Это уже в отличие от предыдущих Это уже более животная кожа Это уже более мазутная кожа Но мягкость благодаря ладану Здесь присутствует И вот этот ладан Животность, кожанность, мазутность Он как-то настолько дополняет удачно И делает аромат Хоть и ассоциативно Он у меня связан с мужчиной Как мы тогда, помню, с подружкой моей Его описывали Я просто не помню, в видео ли мы Это описывали или друг другу У нас была какая-то совершенно истерика По поводу описания этого аромата Мы с ней Рассказывали о том, что это Железнодорожные пути Вот этот работник железнодорожных путей Причем он красив У него там, знаете Просвечивается пресс-кубиками Но при этом он одет В какую-то такую грязную Мазутную Мазутом испачканную одежду Знаете, такое ощущение Как будто для фотосессии То есть как будто бы он железнодорожник Но это неправда И ты это видишь очевидно Что просто ухоженного, холеного мужчину Одели вот в такую одежду Для того, чтобы сфотографировать Вот такая вот какая-то ассоциация Вообще, на самом деле Это, конечно же, просто сказки в голове По сути, это кожаный аромат С нотой ладана С древесной составляющей И, конечно же, животные ноты Здесь отчетливо слышны И это был бы, в принципе, не бренд Орта Париси Если бы не было некого заигрывания С вот этими животными инстинктами С плотскими утехами И это все на фоне вот этих вот Кожаных аспектов Каких-то, не знаю, ассоциативных Железнодорожных путей Мазута и так далее Мне аромат очень нравится Мне кажется, что это Один из таких вот Богатых ароматов на тему кожи Но очень специфический Это абсолютно точно Должно быть предварительное тестирование Если вы не покупаете аромат вслепую Это, конечно же, не женственно Хотя на мой нос, опять-таки, унисекс И многие женщины сейчас любят Подобные ароматы Ну, классные Он прям, знаете, ощущается густым То есть, если, например, мы возьмем Вот этот аромат, он более акварельный Если сравнивать с этим А этот аромат именно более вязкий Такой более густой Более как мазут такой, да Вот, который течет Ассоциативный, имею в виду Один из моих любимых ароматов От бренда Монталь Это третий флакон Два я сносила Как я умудрилась? Не спрашивайте меня Я не знаю Было время, когда этим ароматом Просто поливалось И я очень часто снимала о нем видео Этот аромат был очень часто В моих подборках Аромат называется Непал Ут от Монталь Мне до безумия нравится здесь Сочетание кожи с удом и розы Розу я чувствовала здесь не часто Роза проявлялась в основном В жаркие дни с высокой влажностью Я помню, как я в этом аромате Розу почувствовала впервые Я попала под сильный ливень Летом Я просто бежала А у меня просто капало С волос, стекало, с одежды Было все насквозь В этом аромате Я прибегаю Убежала Сухая в этом аромате Чувствовала кожу плюс Ут Шафран Прибежала вся мокрая Зашла в замкнутое пространство И тут во всей красе появилась эта роза Прямо жирная такая розово-красная роза Я сначала не поняла, от кого так пахнет Я даже не сразу сообразила, что это запах источаю я Потому что к этому аромату в звучании Я привыкла к совершенно другому его звучанию И так как у меня холодная кожа Вероятно, поэтому Сухая холодная кожа Вероятно, поэтому роза на мне не так уж часто Как-то себя проявляла Но попав во влажную, жаркую среду Это, конечно, розище И поэтому я предполагаю, что если у вас горячая кожа Розовую будете слышать Значительно чаще, чем я Мягкая, красивая Слегка кисловатая кожа Удовая древесность Шафран Чуть напоминает Вот ту нотку медицинского шафрана Которую многие уже впоследствии Уже позже начали ассоциировать С Бакарой Аромат на Бакару вообще не похож Но кто любит выдергивать Отдельно ноты И ассоциировать их с чем-то Шафранчик тут есть Немного стерильности присутствует Для меня это очень мягкий аромат Абсолютный унисекс Даже когда проступает в нем роза Все равно унисекс Все равно будет уместен и на мужчине Несмотря на сильную цветочную Вот эту составляющую Для меня он красивый Для меня он, в принципе, из мантали Наверное, так и остался Самым любимым Те, кто любит Кожано-древесные Цветочные ароматы Я до сих пор Наверное, сказала бы О том, что его стоит попробовать Кстати, многие тогда, когда я о нем говорила Многие попробовали Очень многие мне потом писали Что аромат им пришелся по душе Стойкость у него шикарная С годами он становится все лучше Как и многие, кстати, ароматы мантали Чем больше стоит Тем красивее И как-то многограннее Они звучат Я, кстати, давно так Манталь не покупала Даже не знаю, какие у них там новинки вышли Ну и последний ароман Афнан Мирсалов Траст называется Это, пожалуй, победитель в номинации Цена-качество Потому что звучание у аромата Очень достойное А аромат По сравнению С ароматами Которые сейчас Вот стоят на парфюмерных полках Многих парфлюбителей Она очень доступная Это кожа Которой, кстати, в пирамиде нет Что именно ее дает Я не знаю И не знала никогда Но это мягкая Бархатная Шершавая Кожа-замша Скорее замша С явным ягодным Сладким Малиновым оттенком И в зависимости от погоды Тоже, вероятно, зависит от влажности И температуры воздуха Малина здесь То очень очевидна Причем она такая сладкая Как будто бы даже компотная Недавно малиновый компот Пила Промочек, кстати, похоже Иногда она чуть более Приглушенная И аромат Чуть более Такой древесно-кожаный Но в любом случае И тот, и тот вариант Мне очень нравится На мой взгляд Тоже унисекс На мой взгляд Для любителей Тосканской кожи От Форда Но это не клон Все-таки Это не клон На мой взгляд Вот этот аромат Мягче и более ягодный Более сладкий Более малиновый Вот смотрите Здесь в нотах гвоздика Я никогда ее не чувствовала Никогда Я не чувствовала в этом аромате Вообще ничего острого Ничего такого гвоздичного Абсолютно Амбра и кшемировое дерево Да Но опять-таки Это не что-то отдельно стоящее Это то, что делает аромат Мягким Обволакивающим И атмосферным Он очень хорошо держится на коже У него явный Красивый шлейф Мне кажется, что он будет звучать круто На мужчине И очень часто Именно от мужчин Я о нем слышу Но на женщине Он звучит тоже потрясающе Я очень часто его раньше носила Сейчас он отставлен в стороночку По причине того, что у меня бывает Я беру какой-то аромат Пользуюсь им долго-долго-долго-долго В итоге я от него устаю И отставляю на полку В течение долгого времени Потом там стоять Поэтому Своими какими-то Суперлюбимыми ароматами Я стараюсь так Не злоупотреблять Дабы они мне Не надоели Кто ищет Сладкомалинных Кожных ароматов За Не особо Высокую цену Вот Прям Красавчик На этом все Я хотела бы сказать вам Огромное спасибо За ваше внимание За то, что Зашли Надеюсь, что мы Увидимся с вами Вновь Хорошего вам дня или ночи На сегодня все Пока